Монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством. Постепенно перестанут использовать и 25 копеечные монеты. Останется ровное количество и бумажных, и металлических денег – по 6 номиналов. По словам экспертов, выведение и сопрощение мелких монет имеет множество преимуществ. Также Национальный банк Украины анонсировал введение новой банкноты номиналом в 1 тысячу гривен. Связывают это с повышением уровня доходов и ростом цен. В 2006 году становилось около 1 тысячи гривен, сейчас у нас уже около 11 тысяч, поэтому 10-11 раз выросли доходы граждан. Найвищий номинал должен сравнивать двукратному размеру средневековательной зарплаты. Новая тысячная купюра имеет голубой цвет, по размеру банкнота чуть больше других купюр. На ней изображен академик Владимир Вернадский. На противоположной стороне купюры – Президиум Национальной Академии Наук Украины. Несмотря на все перечисленные плюсы и современный дизайн банкноты, новость о ее введении не у всех вызвала восторг. По мнению экономистов, появление купюры наивысшего номинала может спровоцировать высокие темпы инфляции. Отмечу также, Нацбанк планирует постепенно отказаться и от бумажных банкнот от 1 до 10 гривен. Монеты номиналом 5 и 10 гривен будут выведены в 2019 и 2020 годах соответственно. Правда, появление монет номиналом 1 и 2 гривны вызвало неудобства при расчетах. Особенно нововведения раздражают кондукторов и водителей общественного транспорта. Когда с 1 сентября, даже в маршруте, можно будет платить только 1 или 2 гривни, я думаю, эта проблема частично подходит. В одновременно, это вопрос на порядок в день, и мы думаем, как эту проблематику решить. В СМИ распространилась информация о том, что в оборот вступят новые полимерные банкноты. Они дороже в изготовлении, но срок их эксплуатации значительно дольше. Однако в Нацбанке уверяют, что это фейк. Мы имеем весь замкнутый комплекс выготовления грошовых знаков и банкноты монет. Мы имеем чудовую паперовую фабрику, которая выготовляет папер на высшей качестве. Вы сегодня могли отметить. Поэтому сейчас не стоит вопрос о переходе на полимерные банкноты. Нарина Щеглова, Владимир Ивжич, Телеканал Репортер.